здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала сегодня приготовим куриное суфле для его приготовления нам понадобится куриное мясо я взяла цельную курицу курицу меня 2 килограмма 300 грамм я с ним с нее сниму кожицу отделю мясо от кости и все это пропущу через мясорубку дважды я беру такую мелкую решетку на мясорубке то есть чем мельче решетка тем лучше фарш нам нужен очень мелкие также я возьму сливки сливочное масло желток и специи перец черный и красный мускат имбирь и чеснок чеснок лучше взять сушеный но меня сушеного сейчас нет поэтому я беру свежий чеснок и также нам понадобится форма для запекания суфле я вот такой вот использую форма из фольги очень удобно и так приступим фарш приготовили получился у меня вес килограмм 300 грамм я не сказал что мы еще добавляем столовую ложку крахмала куриному фаршу все духовку мы поставили разогревать до 180 190 градусов форма подготовила смазала их сливочным маслом желток отделяем добавляю чеснок 2 зубчика чеснока я добавила крахмала крахмал столовая ложка сливки 130 грамм 130 миллилитров точнее соль соль по вкусу где-то около полутора чайных ложек соли размягченное сливочное масло размягченное сливочное масло 50 грамм черный перец перец по вкусу красный перец имбирь макия можно добавлять по вкусу еще и майоран и мускатный орех тимьян то есть это все на ваш вкус все специи Все тщательно перемешиваем. Массу я разложила по формам, поставила на лист, налила кипятка в лист и поставим выпекать в духовку на водяной бане примерно на 20 минут. Так, суфле постояло у нас в духовке 20 минут на водяной бане. Теперь воду я слила с листа и поставим запекаться его еще минут на 30-35. Суфле готово. Выпекалось оно у нас в общей сложности 1 час 10 минут. Сейчас оно приостынет и я вам покажу, как оно выглядит на разрезе. Вот такое вот суфле у нас получилось. Очень вкусное, очень нежное. Я уверена, что вам понравится такой вариант приготовления курицы. Блюдо очень быстро готовится, все очень просто, затрачивается минимум времени. Подавать его можно как в холодном виде, так и в горячем, с гарниром. То есть оно и так, и так вкусно. Если вам понравился рецепт, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok